ровненько каждый год закрывать какие-то одинаковые объемы. Мы хотим, чтобы ваши команды росли, мы хотим, чтобы вы получали новые премии и отправлялись в новое путешествие вместе с компанией Reflame. Итак, рекрутируем на уровне 7%. Очень-очень хочется подтянуть этот показатель. Давайте все вместе подумаем, как это можно сделать. И процент конверсии 47%. Ну, нужно нам выполнить, что 60%. Итак, работаем над эти показателями и обязательно их увеличиваем. Ну, конечно же, очень хочется поздравить в каталоге номер 13 лидеров с самыми высокими бизнес-показателями. Хочется равняться на этих лидеров обязательно. Если это лидеры ваших команд, узнайте, как они это делают. Попросите их рассказать свою историю успеха. Попросите их поделиться фишками. У нас есть показатели, у нас есть лидеры с очень высокими показателями рекрутирования, активности, конверсии. И как вы можете заметить, все три показателя, все три бизнес-показателя тщательно связаны. И если у лидера, соответственно, есть высокие показатели в рекрутировании, да, то показатели активности и конверсии тоже в этих командах стараются, да, вот, подтягивать, поднимать на такой, еще на более высокий уровень. Чтобы грамотно, опять-таки, да, сопровождать новичка, чтобы работать со своей базой активных консультантов в тех, с теми консультантами, которые уже есть в вашей активной базе. Чтобы вот, да, вот вся-вся структура, она была активна для того, чтобы абсолютно вся аудитория, все сегменты вашего бака были задействованы. Новички, рекрутирование, активность, продуктовая коммуникация, какие-то мероприятия, встречи и показатель конверсии вы тоже видите, да, что высокие, потому что даже сам, если новичок еще не разместил заказ, конечно, его можно пригласить на какую-то бьюти-вечеринку, да, на какое-то мероприятие в СПО или в сервисный центр, еще куда-либо. Да это может быть даже боулинг, абсолютно не важно. Вот. Новичков через активность, через активность всей структуры мы обязательно проводим и дорабатываем и говорим, что все-таки компания Reflame, это компания, которая уже 50 лет на рынке, да, проводим снова, возможно, встречу возможности Reflame. Говорят, говорим о том, что у нас есть очень-очень много преимуществ, если начать сотрудничать и начать задуматься о том, какая есть мечта у нашего новичка, да, поговорить об этом и каким образом он хочет реализовать эту мечту. И, конечно же, в нашей компании есть, мне кажется, все инструменты, в этом я просто уверена. Есть у нас лидеры рейтинга Wellness. Вы знаете, это, этот рейтинг у нас очень-очень слабо меняется, и даже с прошлого каталога лидеры данного рейтинга не изменились, буквально одна-две позиции, и борьба в этом рейтинге идет в одной очень сильной структуре, лидеры друга знают, и я думаю, что для них это такой, да, эти очередной челлендж, очередной вызов. Я поздравляю этих лидеров с такими высокими результатами, результатами по объему продаж Wellness в структуре. Это очень здорово, вы большие молодцы. Добавляйте сюда еще и прекрасные бьюти-образы для ваших девушек, которые, возможно, да, как-то изменились, похудели, поправились или просто получили какой-то дополнительный заряд энергии. Добавляйте сюда образы благодаря нашей категории декоративной косметики, и я уверена, что ваши клиенты, ваши менеджеры, вся ваша структура будет просто в восторге от такой работы и от того, как здорово вы позаботились обо всех благодаря категории Wellness. Очень радуют меня показатели лидеров Novage. Лидеров Novage у нас, видите, тогда такая вот прям большая плеяда наших звездочек, звезд, которые очень активно, очень так фокусно работают с категорией Novage. Мы знаем таких лидеров, скоро у нас будут продуктовые мероприятия. Обязательно расспросите во время припати этих лидеров о том, какие все-таки фишечки маленькие, небольшие, да, возможно, какие-то секретики есть у наших лидеров с высоким объемом продаж Novage. И, возможно, эти лидеры обязательно, я даже уверена, они поделятся с вами такими маленькими секретами, каким образом приглашать на данную категорию, каким образом сопровождать в рамках данной категории, и каким образом вывести свою структуру на работу с высокобаловыми продуктами. Для того, чтобы в вашей структуре был стабильный товароборот, и для того, чтобы количество бонусбалов было, конечно же, тоже увеличенное. Итак, в этом каталоге номер 13, завершившемся, закрывшемся, у нас есть новые уровни. Количество наших новых уровней чуть больше, чем каталоге номер 13, 2018 года. И вот у нас есть с вами показатели 15-ти процентников, 18-ти процентников. Это те лидеры, которые вскоре станут в ваших командах новыми старшими менеджерами. Для кого-то эти лидеры станут группой новой, для кого-то новыми директорами. В том числе, чтобы в вашей команде были сильные лидеры, получали премии, получали все преимущества от работы с компанией. Но еще в том числе нам 15-ти, 18-ти процентники в ваших командах важны для того, чтобы вы, дорогие лидеры, кто планирует посетить какие-то мероприятия, какие-то конференции, в том числе смогли увеличить свое количество групп в первом уровне. И я надеюсь, что как раз-таки у вас сейчас пристальный ваш взгляд как раз-таки останавливается на ваших 15-ти процентниках, 18-ти процентниках, это потенциальных лидерах 22-х процентов. Пожелаем вам удачи и все инструменты в вашем распоряжении. У нас есть с вами также такой показатель, как лидерская база. Лидерская база, которая есть в стране сейчас на данный момент, на каждый каталог. Мы, конечно же, отслеживаем эту категорию. И очень приятно, что у нас есть с вами прирост лидерской базы относительно прошлого года на почти 3%. Очень здорово, это говорит о том, что у нас с вами, да, вы видите по показателям, большее количество старших директоров, директоров, большее количество сапфировых директоров. Это значит, что вы держите сильные, уверенные структуры, вы очень здорово организовали работу в своих организациях, в своих командах. И это позволяет вам, конечно же, оставаться на том должном уровне, которого вы достигли, закрыв какое-то звание. И в том числе наших новых лидеров, наше новое звание и новых менеджеров 15-18% мы рады пригласить. Здесь у нас есть список менеджеров и лидеров каталога номер 13. В каталоге номер 13 мы добавляем тех лидеров, у которых есть новый уровень с отрывом. И, конечно же, есть как минимум два квалифицированных рекрута в качестве приглашающего спонсора. Пожалуйста, давайте помнить будем про это мероприятие, про эти условия. И вот на этом слайде мы каждый раз повторяем о том, что необходимо сделать, какие условия необходимо выполнить для того, чтобы попасть на наш бизнес-ланч, на бизнес-завтрак, на бизнес-день, на очень такое грандиозное, очень великолепное мероприятие, которое проходит всегда на очень высоком мотивационном уровне, в таком очень прекрасном месте. И фотографии, воспоминания, которые всегда остаются в вашей памяти. И я уверена, что вы несете их в свои команды, приехав в свои регионы. Итак, я рада приступить к поздравлению новых званий каталога номер 13. В каталоге номер 13 у нас есть новый старший директор. Поздравляю Елену Лосковец из Минской области, из Агрогрека Лошница. Но сейчас это девушка, вы услышите ее историю в рамках этого вебинара. Сейчас она находится в Турции. Она переехала, и я думаю, что она расскажет нам пару секретиков о том, как переехав, все-таки не потерять товарообразную структуру, не потерять команду, а еще и достичь нового звания. Нового звания старший директор. А еще, плюс ко всему, идти к закрытию золотого директора. Умничка, молодец Елена. Мы поздравляем наше поздравление международному лидеру из команды топ-лидеров Ольги и Виктора Кокушевой. И желаем, конечно же, новых свершений и идти вперед-вперед, выше и выше по лестнице успеха. Елена, мы вас поздравляем с новым званием. Также у нас в каталоге номер 13 есть новые менеджеры. Это, опять же, наш потенциал, наши будущие директора. Сейчас перед вами, дорогие Игорь, Евгения, Екатерина, Наталья. Есть такая небольшая у вас ответственность. Мы вас поздравляем с уровня новый старший менеджер. Но в том числе мы ждем, что мы через 8 каталогов будем вас поздравлять в звании новые директора. Сейчас мы вас поздравляем, но хотим поздравить еще с более высоким уровнем. И хотим, чтобы вы получили и премии от компании, и квалифицировались в Анталию. Я уверена, что у каждого есть у вас такая цель. И чтобы вы еще очень долгое время сотрудничали с компанией и растили теперь уже свои новые команды и поздравляли своих будущих новых директоров. Поздравляем наших новых старших менеджеров. Это высокий результат. Это очень хороший показатель для вашей команды, для команды ваших спонсоров. Итак, мероприятие каталога номер 13. Каталог номер 13 у нас был наполнен новостями, поздравлениями и в том числе поездкой в Игелесу наших трех победителей Юлии Комаровской, Екатериной Тимоховиц и Светланы Хибиевой. И, конечно же, нам очень-очень хочется побывать там всем-всем-всем. Но сейчас у нас есть великолепная возможность послушать одну из участниц этого конкурса, одну из победительниц этого конкурса. Нашу замечательную, несравненную топ-лидера Екатерину Тимоховец. И я очень рада пригласить на наш вебинар Катю. Итак, ждем подключения. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Беларусь и не только. Как меня слышно? Давайте поставим, проверим, поставим по десятибальной шкале. Слышно, видно? Звук есть? Ура! Раз-два. Проверка связи. Прекрасно, десяточки пошли. Окей, я рада вас приветствовать. На самом деле, мне крайне приятно сегодня выступать на вебинаре у любимой, любимой, единственной компании. И я могу сказать, что, наверное, сейчас я немножко сделаю, вот так вот. Как бы я счастлива быть партнером компании Арифлейм уже восемнадцать лет. И когда у меня спрашивают, Катя, тебе не надоело вообще восемнадцать лет одним и тем же заниматься? И я вам могу сказать, что, конечно, никогда у меня не было такой мысли, что мне надоело или еще что-то. Поэтому я всем вам искренне желаю стать как минимум топ-лидером. И как бы вот уже после топ-лидера вы как-то точно поймете, ваше это или не ваше, быть вам здесь долго, да, или не быть. Ну, я думаю, что практически все говорят «да, быть». Игелиоса. На самом деле, все мы слышали это слово, все мы слышали это прекрасное, красивое название. И как бы кому-то посчастливилось еще раньше быть. Я компания просила, я говорила, ну, мы там предлагали периодически, давайте топ-15 отправим в Игелиосу, там еще что-то. Нам говорили, нельзя, не получается, нет возможности, там и так далее. Поэтому пришлось поучаствовать в конкурсе. Особенно после того, как моя мама в прошлом году победила этот конкурс и слетала в Игелиосу. Как бы мама приветствует, мама, я знаю, что она здесь и слушает меня. Спасибо тебе большое. Трансляция из Парижа? Нет, Ксюша, я уже прилетела. Плохо смотришь сториз, да, я уже в Минске, уже целый день, даже сутки работаю активно. Так вот, мама прилетела в прошлом году с Игелиосой, и она была, у нее было вот такой вот прям шок, она была такая прям взбудораженная, говорит, Катя, это прям волшебно, это прям сумасшествие, сумасшествие. Это так классно, там так супер, так здорово. Я говорю, господи, боже, что ж там такое, да, что ты такая заряженная, что ты такая вот прям вдохновленная. Она говорит, просто я вот полюбила Игелиосу всем сердцем. Поэтому, как бы, спасибо большой компании, что дает такие возможности поучаствовать в конкурсе, выиграть. Я могу сказать на будущее уже, да, сейчас я начну рассказывать все-таки по теме, да, но на будущее, друзья мои, если компания объявит еще раз такой конкурс, то прям участвуйте в этом, это стоит того. Я много путешествовала, я много всего видела, но Игелиоса, она действительно покоряет, и она, кроме того, что она просто покоряет, она дает вам еще больше уверенность в нашем продукте и инструменты для дальнейшего его продвижения, да, и инструменты для того, чтобы осуществлять ваши же мечты. Ну что, Игелиоса. У нас поездка началась, она была довольно-таки короткая, но очень емкая, да. Да, мы прилетели, прилетели, и нам повезло сразу, я вам сначала покажу фотографии, да, и потом расскажу какой-то полезной информацией, надеюсь, что вам будет полезно, вы можете реагировать в чате, мне будет так веселее. Как бы, первое, это мы попали в Копенгаген, нам очень повезло, что был перелет через Копенгаген, мы прилетели в Копенгаген, и потом нас везли на очень удобном автобусе дальше, значит. Как бы, мы забежали буквально недолго в этот прекрасный город, но это тоже, как бы, такие большие впечатления. И, как я говорю, только с Reflame можно позавтракать в Минске, пообедать в Москве, прогуляться в Копенгагене, а вечером уже ужины, да, в Швеции. Мне кажется, это потрясающе прям. Дальше нас заселили, заселили вообще в прекрасное. Знаете, мне нравится подход в компании, когда она что-то организовывает, они продумывают не только какие-то мероприятия, они продумывают даже место, где жить. Потому что вот это место, это был такой шведский отель, при том это был не просто отель, это был, как бы, это прям территория, которая, в которую, как бы, для гольфистов, скажем так, да, там огромные гольф-поля, все выполнено в таком скандинавском стиле, такие классные домики, огромные, просторные, все эти зеленые лужайки, ну, знаете, как вот из кино, да, или из наших каталогов Wellness, да, вот прям такое ощущение, что вас взяли и туда перенесли. Как бы нас поселили в таких красивых отелях, у нас вот на троих был целый, целый огромный домик, у каждого по комнате, прям, ну, так, роскошно, роскошно нас компания поселила. Следующее было сразу в этот же день, было потрясающее событие, это был Wellness, такой ужин, не просто ужин, а праздничный ужин, который был посвящен десятилетию нашего продукта, десятилетию линейки Wellness. И я, честно говоря, как-то мне очень быстро пролетели эти 10 лет. Я очень хорошо помню, мне посчастливилось быть на запуске этого продукта в Дубае, когда, вот если вы помните, там сколько-то, вот 10 как раз лет, там 9,5 лет назад была конференция бриллиантовая в Дубае, и там был запуск Wellness направления. Я помню, я еще скептически такая говорила, блин, я там, ну, как бы, таблеточки какие-то подвигаю, мы только за красоту, там, и так далее. И потом, когда компания продвинула, показала этот продукт, я стала разбираться, потому что я понимала, что компания плохого, она не посоветует однозначно, и я, конечно, влюбилась в этот продукт. И, представьте, уже 10 лет прошло, 10 лет, да, тогда еще была на конференции даже не мама, да, сейчас уже ребенку 8 лет, и вот мы отмечаем юбилей, поэтому поздравляю вас всех с юбилеем, с десятилетием Wellness. Нам даже подарили такие вот приятные, красивенькие подарочки, такое съемное, как-то зарядное, портативное устройство, да, зарядное, с надписью Wellness, и теперь Wellness, раньше он и так был со мной всегда, как коктейль с шейкером, да, а теперь он вообще всегда со мной, еще и зарядка, да. Вот, поэтому нам, конечно, посчастливилось, потому что мы попали прямо в юбилейный год, в юбилейный год Wellness. Так, дальше, конечно, это было, у нас было 2 дня на таких очень плотных обучениях, первый день у нас прошел прямо в нашем отеле обучение, второй день был как в самой Елесе, и я могу сказать, что, конечно, вот многие мне говорят, ну что у вас там Арифлейн какие-то пилюльки разработал, там, да, ну не многие, но говорят люди, да, вот поставьте плюсики, которые, кто, как бы, кто слышал хоть раз в жизни, когда вам говорят, что, типа, ну, Арифлейн это косметика, но не здоровое питание, да, как бы, к сожалению, или, к сожалению, сейчас все равно, как бы, нам, да, потому что наша работа, это нормально. Такое мнение, как бы, есть, и периодически они говорят, вот, вот надо хотя бы один раз туда слетать, сфоткаться, да, с этой Елесы и показывать всем, где продукты были разработаны, потому что это не Арифлейн изначально разрабатывали, великие ученые разрабатывали в Елесе, Елес это медицинская клиника, это центр, медицинский центр, как бы, в котором, в который слетаются все ученые мира, перенимать опыт, учиться, обучаться, там есть, как бы, целая клиника, куда можно, ну, больные, тяжело больные, больные, как бы, которые приезжают лечиться, да, и прям там живут, меняют свои привычки, да, как наш любимый Мэтью, да, повар, про него еще сегодня скажу, как бы, тоже туда прилетел, когда-то изначально, он не был поваром в Елесе, да, он туда прилетел лечиться, и при этом, вот, как бы, изменился полностью, да, и очень известные и ученые, трансплантологи, кардиологи, они прилетают туда на стажировку, перенимать этот опыт, да, учиться, как бы, и, как бы, живут и учатся, там, скажем так, и это считается очень круто, попасть туда да, на стажировку, попасть туда, как бы, на обучение. Конечно, как бы, сама Елеса, она просто потрясающая, она такая вот, она вот прям как на картинках, да, как на фотках, да, она такая и есть, ребят. Она, вот, я не знаю, мне казалось, что это все, знаете, какое-то отретушированное фотошопом, да, ну, когда смотришь в Эллос-каталоге, да, они прям такие все идеальные, там, в Эллос, какие-то книги, как бы, но она такая и есть, вот такая вот светлая, такая скандинавская, такая вся зелененькая травка, такое ощущение, что там прям травинка к травинке, как бы, ну, и все остальное, такое же светлое, чистое. Как бы, чем известна настолько, как бы, Еллоса тем, что были именно в Эллосе, Еллоса вообще была когда-то открытым и для, именно для Стига Стена, то есть, раньше Стиг Стена, как бы, проводил свои исследования в Лунде, и нам рассказывал, я вообще покажу фотографию, рассказывал его сын, кстати, директор, я не знаю, знаете вы или нет, вот, расскажите мне в чате, директор Еллоса, это сын Стига Стена, представляете, и он нам тоже делал презентацию, рассказывал, очень интересно, конечно, такой очень, как бы, как бы, ну, короче, знаете, ну, вот, видите, прикольно, я как бы тоже с удовольствием, я раньше знала, потому что мама рассказала, но это прикольная информация тоже, которую можно использовать, да, так вот, раньше он нам рассказывал историю, что раньше Стиг Стен, он работал в Лунде, да, в Лунде, у него было в Лунском университете, у него была маленькая прям лаборатория, где-то там, чуть ли не в подвале, и потом он получил разрешение вот на построение вот такого, как бы, такого клиника, такого, такого медицинского центра, да, исследовательского центра Еллеса, и он был построен полностью по запросам под Стига Стена, да, и именно в Еллесе были разработаны два продукта, которые изменили великих, как бы, продукта, да, великих открытий было сделано мирового уровня, это, как бы, это аппарат Лукас и жидкость, которая позволила храниться донорскому сердцу, например, донорским органам, да, раньше они хранились там 2-4 часа, но я думаю, что вы все это прекрасно знаете, но на всякий случай, еще раз проговариваю, сейчас это до 24 часов хранится, что как бы сильно впечатляет, что этот, этот раствор, он насколько он серьезный, насколько это великое открытие, то, что оно помогает, оно возможно в дальнейшем будет тоже очень активно использоваться, потому что сейчас уже проводятся такие экспериментальные операции, когда серьезно больного человека, у него забирают сердце, например, помещают в этот раствор и дают ему, например, очень большую дозу облучения, да, например, там, рак больным, да, если дать такой дозу облучения человеку, не достав этот орган прямо всему, то есть человек умирает сразу, он не может пережить это, но если его достать, поместить в эту жидкость, да, благодаря тому, что 24 часа орган может работать, как, ну, жить, скажем так, существовать, не знаю, как правильно слово подобрать, то есть можно проводить такие сложные операции, сейчас в Америке проводят такие вот экспериментальные проекты, благодаря вот этой жидкости, скажем тогда, с тегастеном, значит, вот прекрасный мужчина, это и есть сын, сын Стига Стэна, директора Игелесы, вот, он нам рассказывал, проводил презентацию, рассказывал про вот этот аппарат Лукас, опять-таки тоже мы все слышали об этом аппарате, читали, да, рассказывали на презентациях, но тоже, конечно, было интересно увидеть его вживую и представьте, что каждые полтора, полторы минуты, каждые полтора минуты включается этот аппарат в мире и каждые полторы минуты он кого-то спасает, то есть на данный момент их уже более 25 тысяч аппаратов таких по всему миру и это тоже изобретение Стига Стэна, о котором мы можем говорить и, ну, прям гордиться этим и рассказывать, что наши продукты, продукты Валлас, которые мы можем использовать и покупать просто вот быстро и легко в аптеке, да, они были разработаны таким великим ученым, таким великим нашим любимым Стигом Стэном. Также, конечно, интересно, вот, я знаю, что мне писали, я выкладывала тоже в Инстаграм очень много сторис, мне писали, ой, мы не знали, круто, Папа Римский посетил Игилёсу и останавливался там, по-моему, сутки или двое и это, они этим очень гордятся, потому что вообще Папа Римский прилетел в Стокгольм, но он не остановился в Стокгольме, он остановился именно в Игилёсе. Они рассказывают, что это было довольно сложно, это было непросто, скажем так, для них, потому что там было более 60 полицейских и он нам показывал фотографии, когда там проходишь, там и в проходе сидят полицейские с там огромными автоматами, там ружьями и так далее, а вот, но это было, конечно, очень большое событие для Игилёсы, то, что Папа Римский прилетел в Игилёсу лично познакомиться со Стигом Стэном и подарил такую вот икону, знак благодарности, да, за то, что как бы этот центр и непосредственно Стиг Стэн делает для мира, вот эти вот такие открытия, ну и так далее. Конечно, королева Швеции, я думаю, что все фотографии видели, да, вставила тоже как бы гордиться Игилёса тем, что она посещала. И уже непосредственно к мероприятиям была у нас такая сессия со Стигом Стэном, очень, конечно, интересно, мы задавали разные вопросы, у нас была возможность задать и заранее, и в процессе, он лично отвечал очень спокойно, очень так размеренно, потом и фотографировались, тоже приятно получить фотографию с гуру, скажем так, таким. Ну и, конечно, тоже было интересно познакомиться лично с Мэтью, как бы, как, знаете, фотография с обложки, да, когда вы столько раз его видели уже в мире Арифлейма, в книге красоты, в каталогах, и вот он вот такой же, не потолстел, да, такой же веселый, очень юморной, как бы он нам давал мастер-класс, готовил нам еду, приносил нам еду тоже, что было прикольно, прямо, ну, как бы, они готовили сначала, потом разносили, нас кормили, выделился, и потом у нас был такой мастер-класс, они делали смузи вместе с нашим протеиновым комплексом. Так, что я вам еще хотела рассказать, да, из уникального, так как вот у нас было десятилетие Велмоса, мы попали во многие интересные проекты такие, и вот знаете, чем опять-таки люблю за эту компанию, нашу компанию, потому что никогда не знаешь, что ожидать. Ты вроде бы прилетаешь на обучение, да, а тут бах, и ты уже в потребительское исследование, да, то есть мы были одной из фокус-групп, вот если вы присмотритесь на фотографии, вы увидите 4 вида батончиков, два из них вы знаете, да, вы видели, и, наверное, надеюсь, что все любят и все кушают и все активно покупают, а два из них, вот такой вот, которые вот они вот так вот расположены, беленькие и коричневые, это батончики, которые мы тестировали, мы участвовали в потребительском исследовании, у нас были такие прям целые листы, да, мы должны были отвечать, какой вкус нам понравился, что нам понравилось, что нам не понравилось, там и так далее, да, компания как бы сейчас разрабатывает новые батончики, она думает пока, это не значит, то есть чтобы вы сразу там не давали такой информации, не значит, что они прям быстро будут, но компания действительно сейчас разрабатывает батончики, я вам сейчас, конечно, очень много интересного еще скажу, думаю, того, что вы еще не знали, как бы, и скажу сразу, что очень хотят они создать такие батончики, которые были бы такие же вкусные, но при этом, чтобы было там больше еще протеина, практически в два раза протеина, клетчатки, вот, но это пока как бы такая затравочка, мы пока поучаствовали, мне уже посчастливилось попробовать протестировать их совершенно другие, ну, и как бы очень интересно, и когда нам, знаете, там прям задавали очень много вопросов по продуктам, по вкусам, по моментам там каким-то, то есть, когда ты чувствуешь причастным себя тоже к каким-то, к какому-то исследованию, это интересно. Ну, и, конечно, у нас были мастер-классы, скажу вам, много читаю, много уже знаю по wellness, и вроде бы все знаешь, но все равно что-то было интересное, очень много всего узнала, услышала, и, конечно, как бы здорово, когда, как я говорю, смеялась, что все мастер-классы проводят люди с обложки, да, которых ты все время видишь в каталогах, опять-таки, повторюсь, ну, так оно и есть, да, и вот они, как бы, действительно, специалисты высокого уровня, они проводят, они обучают, они рассказывают, они дают такую, как бы, интересную, интересную информацию, да, и ты, как бы, прокачиваешься, скажем так, еще больше, становишься еще большим профессионалом. То, что, как бы, ну, я не буду вам проводить мастер-классы сегодня, во-первых, вы сами прекрасно знаете про wellness, да, и я думаю, что сможете и мне провести хороший мастер-класс, потому что у меня, как вы, мастер-класс, который очень сильно впечатлили, который, вот я, например, ну, я еще не успела, скажу честно, провести его моему ребенку, но обязательно мы с Анной Марией прям посмотрим, я записала специально видео, и я прям с ней еще раз проговорю про напитки. Это очень интересный был такой мастер-класс, что пить, как часто мы, не думая, да, заливаем себе внутрь какую-то жидкость, да, и вот вы видите, внизу висят пакетики, да, видно вам, как бы, видно на фотографии, поставьте, пожалуйста, что-нибудь, напишите в чате, поставьте, да, видно. Вот это пакетики, сколько сахара содержится в каких-то продуктах, да, ну, как бы, в питьевых. Вот представьте, например, сок, это, как бы, один из лучших производителей, вот раз, два, три, после пива, да, баночка с соком, да, посмотрите, сколько там сахар, друзья мои. Вы знаете, мы иногда даем ребенку сок и не думаем о том, что, что, как бы, ну, это же полезно, это же сок, да, это, как бы, свежевыжатый, по-моему, какой-то там какие-то соки апельсиновые, и посмотрите на сахар в Кока-Коле. Столько же сахара, сколько в Кока-Коле, даже чуть-чуть больше, представляете? Как бы ужас, правильно Лену пишите, как бы, и поэтому в следующий раз, а вот справа это обычно, по-моему, пакетированный сок, который перед водой стоит, тоже посмотрите, сколько сахара там. И в следующий раз, когда вы будете давать ребенку что-то пить, да, как бы, ну, понятно, не надо там говорить просто, нет, нельзя и все, вот просто покажите картинку, поговорите с ребенком, поговорите с ним об этом, о том, что что там вообще содержится. Вот, понимаете, даже если вы не даете сок из бутылок и пакетов, то обязательно найдется кто-нибудь в обществе, кто даст. Есть бабушки, есть детские сады, есть школы, завтраки, там, обеды и так далее, да, когда им все дадут и без вас, ну, простите, там, детские дни рождения и так далее. И поэтому, если мне кажется, вот, ну, для меня, например, это было тоже открытие, как бы, в том, что надо менять, ну, не то, что открытие, а дополнительное, наверное, убеждение, потому что, понятно, что не открытие, как бы, что надо менять привычки, надо объяснять просто, показывать наглядно, потому что в следующий раз я сейчас не могу, как бы, там, сок какой-то пить или еще что-то вообще раньше могла бы пить. Я сейчас вспоминаю эту картинку с этими пакетами сахара, да, огромным количеством. Ну, и, конечно, она говорит, единственный, единственный напиток, который можно пить во время еды, это вода, потому что там нету сахара. И, а, подождите, вот, да, черт, увидели или не увидели? Сейчас я вам хочу сказать то, что я спросила у компании, на самом деле, этого, вот это знает три человека из Беларуси, да, которые были с нами, даже я еще не успела выложить тоже в сторис. Увидели? Чуть-чуть, чуть-чуть, Людмила увидела. На самом деле нас ждет шикарный запуск, и мне очень приятно, то есть я, ну, как бы, это не то, что там это ключевая новинка, но это очень было тоже приятно услышать и узнать об этом первым. В следующем году у нас появится супер новый продукт. Очень крутой, которого мы очень ждали, и это действительно, как бы, ну, я не знаю, для меня это прям ух-ух, мне кажется, мы с этим продуктом еще, еще больше сделаем новых званий там и так далее. Ну, что, интересно вам? Или пролистываем слайд сразу? Ну, не знаю, как-то плохо пишите в чате. Сейчас набью себе цену. Это, знаете, называется трепещите, трепещите. Окей, рассказываю вам про новый продукт, но он появится сразу, то есть не, как это сказать, не заваливайте чат вопросами, он появится уже там ближе ко второму полугодию, как бы, когда он появится в Беларуси, тоже точно неизвестно. Наташа-трепашка, прости меня, тебя сейчас все равно завалят вопросами, да? Вот. Это кальций, друзья мои, да, вот. Я могу сказать, не каждый год, конечно, компания запускает такой крутой продукт, как бы, но нам повезло, подфартило, скажем так, да, это кальций, притом, друзья мои, это просто бомбический кальций, потому что все кальции, как бы, обычно берутся из пород, как бы, подскажите мне, из висковых пород, да, то есть, ну, типа мел, да, образно, да, как бы, вот, кальций, который продается в аптеках. И есть очень много, как бы, споров, кальций усваивается, не усваивается, там какие-то особенности, полезен, вреден и так далее. Так вот, ребят, у нас будет самый бомбический кальций в Беларуси, так точно, потому что он будет, как, господи, слушайте, потеряются слова, получаться, да, достаться из аквамина. Аквамин – это стопроцентный, то есть, стопроцентный натуральный, как бы, стопроцентный натуральный ингредиент из водорослей. То есть, это, да, но ракушки – это тоже, как бы, это не, то есть, это вот, то есть, все равно тоже, как бы, известковая, как бы, порода, да, а водоросли – это суперпродукт. Есть только одна такая компания, которая производит этот аквамин запатентованный. На данный момент мы будем Тоже вот таким вот шикарным просто предложением Поэтому трепещите, это, конечно, очень круто Как бы, ну, опять-таки, сейчас мы работаем, да Там сразу будет забавлен витамин D в кальций Будет прекрасная доза, дозировка, то есть великолепная, как бы Его можно будет использовать всем, и это круто, да Так что поздравляю вас с этим событием, скажем так И, да, но это будет не скоро, но это уже нас ждет Поэтому, как бы, приятно, что компания все время думает о том, чтобы нам такого запустить Это не так просто прям взять и выпустить новый продукт Компания долго его разрабатывает, взвешивает, смотрит, исследует там и так далее Поэтому, короче, поздравляю вас с нашим этим событием Ну и, тадам, новая упаковка Я думаю, тоже вы это все видели Ну, вот нам тоже подарили, вот так это красиво будет выглядеть, видите Вот, офигенная просто упаковка, скажу вам То есть очень красивая, я не знаю, наверное, уже как бы в следующем году тоже она начнет у нас появляться Очень стильная, и обратите внимание, насколько тоже компания идет в ногу со временем Мы не сидим и не ждем То есть, вернее, не мы, а компания не сидит и не ждет там, что там, погода у моря, да А все время думает, как быть лучше, как развиваться, что, как бы, изменить Изменились тенденции на рынке, бах, новая упаковочка Стильная, сейчас-то в тренде, как бы, да, прям, ну вот, я не знаю, любо-дорого, да Прям хочется, смотрю на эту упаковку, и сразу хочется коктейля, да, и супочка Ну, согласитесь Так, следующее, что, да И, конечно, немножечко информации, которая была мне интересна Как бы то, что дали нам, что нутрициологи вообще еще, по-моему, в 80-х годах определили Что нам надо, что наше питание, оно должно быть разнообразным И что у нас в нашем рационе здорового человека должно быть хотя бы по одному продукту Из каждого сегмента, который здесь вот у нас, как бы, указан, да, на картинке Ставьте плюсики, кто уже видел эту картинку, кто знает это, минусики, кто еще не знает Но, как вы видите, есть один красный плюсик такой жирный, да, медицинский крест, скажем так, да Это не совсем плюсик, а медицинский крест Вот если вы хотите чувствовать себя здорово, то у вас каждый день в вашем рационе должны присутствовать продукты из этих сегментов И вот есть один красный медицинский крест Почему он здесь стоит? Потому что очень многим больным нельзя углеводы Особенно легочным больным, у которых проблемы с легкими Потому что у них и так очень много в крови углекислого газа А углеводы, особенно быстрые углеводы, они дают еще дополнительное, как бы, увеличивают количество углекислого газа в крови Поэтому им строго-настрого запрещены углеводы для того, чтобы не усложнять, ну, как бы, не ухудшать их состояние Почему я об этом сейчас говорю? Потому что именно вот этой вот картинкой, как бы, руководствовались в создании нашего коктейля, да Который изначально был создан как метаболический корректор И он создавался именно для легочных больных, у которых были проблемы с легкими И именно поэтому у нас есть, если я верну еще раз на ту картинку, да Вы видите продукты, которые есть вот по бокам, да, как бы, этого кружочка То есть это то, что есть, те продукты, которые есть в нашем коктейле И единственного продукта, которого нет, как бы, ингредиента, которого нет в нашем коктейле Это как раз быстрые углеводы, да, которые запрещены тем же легочным больным Ну, и нам, в принципе, тоже мы этих углеводов в жизни и так получаем с достатком И, как бы, вот это ингредиенты, я не буду их перечислять Единственное, что еще раз сделаю акцент Потому что, оказывается, не все знают, что у нас в наших коктейлях Именно в коктейлях Wellness BioRiflame Именно сывороточный протеин И это действительно у нас очень хорошее, крутое преимущество Потому что это, как бы, то есть на молочный протеин у многих людей Во-первых, он у многих не усваивается И у многих вызывает аллергию И обратите внимание, тоже, как бы, ну, там у меня будет отдельный слайд Но тоже важный момент, что, например, в той же, вот, очень часто спрашивают А что, чем ваш коктейль лучше, чем экспонента, да? Ну, давайте так, в экспоненте вообще только один протеин, и он молочный, да? Там нет клетчатки, например, да? Там только один молочный протеин Мало того, что он, у нас несколько протеинов, видов протеина Это тоже сразу увеличивает усвояемость и полезность, скажем так, этого продукта, да? И вот эти все 8 сегментов мы затрагиваем с вами в этом продукте Поэтому вот уникальность этого продукта Действительно, мы должны каждый из нас понимать это И давать его, как бы, объяснять, продвигать его людям Рассказывать про это и, как бы, гордиться этим, да? Так, дальше Конечно, это, как бы, нам очень много рассказывали еще раз Про наши, как бы, сертификаты, скажем так, да? Сертификаты, которые компания получила, да? Один из, ну, наверное, самых тех, которых меня все время впечатляет Опять-таки не удивлю, но просто повторю Это ХАСП, который сертификат, которыми раньше сертифицировались только продукты Которые отправлять можно было в космос Понятно, что, как бы, если вдруг в космосе продукт испортился Космонавт не может выйти, такой, ну, пойду я схожу в супермаркет и куплю себе что-то, да? Или, там, он будет какой-то несбалансированный и так далее То есть, короче, это, как бы, очень крутой сертификат И могу вам сказать, это у нас тоже конкурентное преимущество Потому что, вот, мы гуглили, ну, в интернете, по крайней мере, мы не нашли нигде На территории Беларуси, чтобы какие-то продукты продавались с сертифицированной ХАСП Как бы, а у нас есть Да, ну, и, конечно, как бы, Велнос Пэк Вообще, мне кажется, вы все это, как бы, в принципе, знаете Но, конечно, как бы, это, знаете, еще раз, вот это все услышать от этих специалистов И какие-то, какие-то вот эти фишки Это, ну, выстроиться в голове Это, конечно, очень интересно и очень здорово Как бы, ну, и здесь тоже, как бы, Friends of the Sea И это сертификат, который дается в Томега Наша Как бы, она из возобновляемых источников используется, да То, что мы, как бы, дружим с морем, скажем так, да И не несем вреда, вреда Ну, про GMP стандарт я точно, как бы, не буду рассказывать, да Слайд с ХАСП Да, давайте я вам слайд с ХАСП Ну, на самом деле, эти все сертификаты есть у нас в нашем вот Велнос Гинде Шикарный, кстати, продукт, который нам дала, ну, продукт Ну, я это называю продукт, потому что, действительно, инструмент, давайте так скажем Шикарный инструмент Велнос Гид у нас сейчас, кстати, на Вейджа тоже гид вышел шикарный просто Просто, как бы, не, как сказать Говорите людям, делайте акцент, чтобы они не отказывались от этих каталожиков, да Потому что сейчас в новом сайте легко отказаться Но прям делайте акцент, что, ой, вам повезло Вот вам придут такие вот книжечки, такие, как бы, гиды И рекомендую, очень, как бы, возьмите себе, почитайте, посмотрите Потому что очень интересная информация, да Для того, как продлить свою жизнь, улучшить здоровье и, как бы, красоту Ну, и немного еще раз про конкурентное преимущество Есть клетчатка в составе Это тоже, как бы, они делали очень большой акцент на этом Потому что далеко не у всех есть клетчатка в составе Опять-таки, у той же экспонента нет клетчатки Три вида протеинов, у большинства один соя И, как бы, все незаменимые аминокислоты у нас есть в продукте Тоже, как бы, очень важный момент, что Да, и сывороточный протеин Скажу вам, ну, я же, как бы, я же не компания, я могу сказать Да, нам очень прикольный пример привели с Я даже открою, если можно, фотографию С коктейлем Гербалайф Вот, скажите, пожалуйста, я просто этого не знала Может, это я такой, как бы, чайник Знали ли вы, что когда в составе Когда вы читаете состав продукта На первом месте, на упаковке Идет то, что больше всего По количеству, скажем так, да По граммам в этом продукте Ну, то есть, например, вот если взять На английском я возьму Наш, допустим, коктейль То есть, вот я читаю, как бы, наш состав Знали вы это? Напишите, пожалуйста, мне Или не знали? Я, например, этого не знала Тысячь, 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 где состав? Я, наверное, уже все время состав Протеин гороха у нас яблочный порошок Яичный порошок Сухая молочная сыворотка Порошок и семян шиповника Ну и так далее, да Как бы, ну, вот кто-то знал Кто-то не знал, как бы, да Вот это очень интересный момент Я, например, не знала, да Как бы, ну, вот для меня, может быть, возможно Как бы, вы тоже думаете Если вы знаете, да Возможно, ваши Вы думаете, что ваши консультанты Все тоже знают Я, например, не знала, да Так вот, у нас, например, Как бы с вами Сукролоза, да Подсластитель Он идет в вспомогательных компонентах Еще тоже очень важное конкурентное преимущество, если взять, ну давайте как бы коктейли на Х, Е, Г, как это сказать, да, и которые заканчиваются на Ф, да, так вот у них, вот я специально как бы попросила как бы упаковку, у них первый идет изолят соевого белка, а на втором месте у них идет фруктоза. То есть у нас сукралозы даже нету в основном составе, она у нас идет во вспомогательных компонентах, то есть ее совсем немного, а здесь изолят, первый изолят соевого белка, а потом идет фруктоза. И это тоже как бы по составу, можете себе представить, сколько ее в этом коктейле, то есть, да, как бы это тоже наш такое, ну как бы конкурентное преимущество, об этом тоже сказали, выделюсь. Да, как бы низкий гликемический индекс, без ГМО, искусственных красителей, искусственных ароматизаторов тоже все натуральное, да, ну возможность разнообразия, рационные сертификаты, в принципе все подытожило то, что я говорила вам как бы раньше. Так, и конечно как бы то, с чего начать, это маленькие изменения каждый день, как бы мы с вами очень часто хотим глобально и резко поменять свою жизнь, не знаю, сегодня я решила, завтра я уже начинаю худеть, отказываюсь полностью все от сахара, начинаю бегать, начинаю там то и все, и в итоге как бы человек вообще даже и ничего и не начинает делать, да, потому что в итоге как бы начинается страшно, что-то не получается и так далее, поэтому как бы мы за маленькие изменения каждый день, то есть, например, там, начинайте пить воду, начинайте делать там сначала 5 тысяч шагов, потом 10 тысяч шагов, ну если получается лучше сразу 10 тысяч шагов, Начните как бы там маленькое изменение в том, что, к примеру, на обед всегда начните обед с салата Как бы тоже это такое предложение от Игелесы То есть оно тоже очень сильно поменяет ваш рацион Потому что если вы сначала набираете каких-то углеводов, картошки с мясом На салат уже места не остается А сначала наберите как бы салата, это маленькое привычка и маленькое изменение Которое очень поможет уже вам в ближайшее время изменить привычки в питании Говорит, начните с салата, при том, кстати, салат должен быть всех цветов, да, то есть разнообразных цветов Чем больше цветов в салате разных, тем лучше Ну и, конечно, физическая нагрузка Нас очень вкусно кормили, вот это вам фотографии Просто немножко там, кто еще не позавтракал, зря вы не позавтракали, надо было, конечно, заранее И, конечно, физическая активность Вот то, что я говорила, там, 10 тысяч шагов Это пробежка У нас была тоже очень интересная прогулка вместе с Элизабет по тропе Мэтью Там, где гулял Мэтью, когда он приехал в Игелиосово Ему надо было по этой тропинке ходить как бы много раз То есть он там говорил, что он там проходил, не помню, сколько, забыла это количество То есть он очень много раз Там недолгая тропинка, там всего буквально, наверное, полтора километра где-то туда-обратно по дороге Но для него это было очень сложно делать, потому что у него было огромное количество избыточного веса Но он это начинал делать и делал прям каждый день и очень активно Мы тоже туда прошли, потом обратно почти бежали, да, потому что объявили нам конкурс И три человека, ну, пешком, ну, как бы, да, три человека получили даже wellness в подарок Вот, поэтому тоже начинаете вводить, конечно, какую-то физическую активность Хотя бы какую-нибудь, да Ну, и, в принципе, как бы вот все, да, то, что я хотела вам сегодня рассказать Как бы главные выводы могу вам сказать, что у меня после делеса в моей голове, топовой голове Хотя, в принципе, я очень много уже и знаю, и слышала, и видела Но я знаю точно, что у меня еще больше появилась уверенность в нашем продукте Это, ну, это действительно круто, когда наш продукт разрабатывается в таком крутом месте, да Это, я не знаю, вот просто вот поставьте себе задачи, прям сегодня запишите цель Не знаю, что будет делать компания Потому что когда мы прописываем наши цели, случается что-то совершенно невероятное, да Попасть в делеса, слетать туда, сделать этот результат и побывать там Потому что, конечно, это действительно стоит того Спасибо большое Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете меня всегда найти в Инстаграм Забыла сделать, забыла сделать слайд Вы просто вбиваете Екатерина Тимоховец Находите меня, пишите, пишите, задавайте, я с удовольствием отвечу Ну, и всем wellness, будьте здоровы, богаты, зарабатывайте Потому что это крутой инструмент, крутой продукт для того, чтобы быть здоровым Для того, чтобы выглядеть хорошо, как бы в любом возрасте Да, и для того, чтобы еще и зарабатывать деньги Потому что мне кажется, это круто, когда вы и здоровеете, и зарабатываете Плюс помните, что на самом деле мне очень нравится теория Сейчас я как бы понимаю, что чем больше мы сами с вами оздоравливаемся Чем лучше мы выглядим, тем больше мы вдохновляем других людей на то, чтобы делать то же самое Поэтому стоит вам похудеть, и ваше окружение задаст вопрос, а как это сделать И в мире будет, ну, может в мире не в мире, но в Беларуси будет больше красивых, здоровых людей А что это говорит? О том, что они будут пользоваться wellness И вы еще будете при этом еще и зарабатывать Все, люблю вас очень, обнимаю Наверное, все время использовала, Вита, прости Надеюсь, была вам полезна Все, пока-пока, отключаюсь Большое спасибо, большое спасибо Екатерине Тимоховец, топ-лидеру компании Reflame И как всегда, Катя, полна энергии, полна эмоций Тем более после такой невероятной поездки После таких невероятных знакомств Да, с просто великолепными людьми Конечно же, у всех наших участников говорили такие яркие эмоции Но, как никто другой, Катя смогла донести нас Весь заряд своей энергии И очень приятно, что топ-лидер Занимает такую высокую топовую позицию в компании Reflame Делает фокус на работу с категорией wellness Квалифицируется в конкурсе все-таки на такую поездку И сейчас, я думаю, еще очень-очень много раз Катю будут просить рассказать, как же это было Как прошла поездка в Угелесу И вот мы первые, да, такое эксклюзивное интервью, можно сказать С очень большим зарядом эмоций Эмоций, энергии И большое-большое спасибо еще раз, Катюша Конечно же, участвуйте в этих конференциях В поездках, квалификациях Да, Катя сказала, что сейчас могут, наверное, все прописать Да, у нас не хватит мест просто в самолетах и автобусах Чтобы отправить всех Но этот конкурс, я уверена, еще будет продолжаться И у каждого из наших лидеров будет великолепная возможность Присоединиться к этому какому-то невероятному просто миру открытий В категории wellness и, в принципе, в категории ухода за собой И это в том числе поможет нам Ну, как сказала Катя, да, сделать нашу, как минимум, Беларусь Более счастливыми, более здоровыми и более красивыми Спасибо большое еще раз, Екатерина И, конечно же, у нас есть еще одна история Еще один спикер для вас Это у нас Елена Лысковец Наш новый старший директор каталога номер 13 И спасибо большое, Елена любезно согласилась Поделиться с нами своим опытом Своими идеями в работе И рассказать, как ей удалось закрыть такое звание Итак, приглашаем Елену на наш вебинар Продолжение следует... Слышно меня? Себя не вижу Что делать? А, вот, отлично Слышно, видно меня? Всем привет Немножко отодвинусь Всем доброе утро Я, конечно, очень волнуюсь Потому что у меня такой первый вебинар Обычно среди своих Ну, хотя мы одна команда большая, да, Reflame Приветствую всех Хорошего всех дня Приветствую мою команду Самую крутую команду Всем привет, девчата Так, расскажу вам свою историю Прихода В проект Прихода в компанию Как я шла до такого результата Нам немножко с командой не хватило До золотой команды Всего лишь 1300 бонус баллов Но я надеюсь Даже уверена, что мы в этом каталоге это сделаем Это не такая большая цифра, да Как мне листнуть слайд? Представлюсь Зовут меня Алена Лысковец Я из небольшого Агрогородка Ложница Минская область Борисовский район Но сейчас уже вот полгода Я живу в Турции Переехали на родину мужа Вот Что? Начну с того, когда пришла В компании я два года Немножко больше, да Семь лет октябрь Пришла в компанию второй раз Лет 10, наверное, назад была зарегистрирована Но как-то, наверное, полгода поработала И все, ушла Более того, я исчезла тех людей Которые кричали, что в Арифлэм Никогда в жизни не пойду Никогда не говорите никогда И 8 октября 2016 года Будучи в декрете Я приняла предложение о работе Это было предложение ВКонтакте Вот И с этого дня начался Начался мой бизнес Начался мой рост Вот Так сложилось, что У меня не было спонсора Как такового, да Человек, который меня пригласил Она ушла через месяц Вот Начинала все сама Были сложности Так как я По международному спонсированию То есть Сложности были в чем? В подаче информации Да, все было в российских ценах Это всегда нужно было Пересчитывать Соображать И так далее Да, но Это была не преграда Пришла я в конце каталога И Таким хорошим Толчком К действию Было для меня Именно закрытие каталога Когда я увидела Да, проекту На то время У нас лидеры Ольга и Виктор Кукушова Проекта Нашему Пять лет Всего лишь, да То есть Я когда пришла Проекту было Три года То есть Я Понимала, да Что люди Которые находятся В этом проекте Они не было Говорит Вот И когда Конечно Закрылся каталог И Ровно через три дня Начали выкладывать Справки о доходах У меня Конечно Перевернулся мозг Так как я начала Понимать Что Я, значит Пятнадцать лет Как ходила на работу Жила там Я извиняюсь Иди ко мне Иди ко мне Жила там С семи до семи Да Иногда в выходные дни Вызывали Ознакомьтесь Помощница моя Иногда вызывали В выходные дни То есть Всем было Абсолютно Наплевать Что у тебя есть Ребенок Семья Да Но я думаю Каждый с этим Сталкивался И тут я вижу Что Такие же Мамы в декрете Да Такие же люди Которые работают Там на основной работе И совмещают И у них доходы В два В три В четыре раза больше Чем мои Мой доход до декрета Да За пятнадцать лет работы За пятнадцать лет Жизни на работе Да Вот Поэтому это было Таким толчком Меня ничто не останавливало Меня не останавливало Не то что у меня Месяц Не было ни одной регистрации Меня не останавливало Какие-то там Трудности Я всегда шла вперед Потому что у меня была цель Цель Зарабатывать хорошо И цель Находиться именно дома С детьми У меня сейчас есть С чем сравнивать Компания Рифлой Не только была У меня Возможность Хорошо зарабатывать Да И это не просто там Какие-то Маленькие деньги То есть за последние полгода Я заработала За последние полгода я заработала Более тринадцати тысяч белорусских рублей Это практически по тысяче долларов в месяц Вы представляете на какой работе вообще в Беларуси можно заработать такие деньги Нигде Только в компании Арифлейм И Ну это малая часть того Что дала мне компания Компания дала мне Время Я извиняюсь Время Которое бесценно Время 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 Которое Я могу проводить Со своим ребенком И видеть Как он растет Потому что У меня старшей дочери Практически 20 лет И Я даже у нее Попросила прощения Совсем недавно Что Я не видела Как она росла Потому что Мне пришлось выйти Полтора года на работу Я прошу прощения И сейчас Мне есть чем сравнивать Я вижу Каждое новое слово Каждый новый жест Это так круто Поэтому Ни в коем случае Да Особенно Вот Именно Кто мама В декрете Старайтесь Стремитесь В компании У вас все Обязательно Получится По другому Быть не может И запомните Навсегда Ваш бизнес Начинается Когда начинаются Действия Не нужно ждать Пока вам Спонсор зарегает Пока вам Спонсор построит Ветку Не ждите ничего Берите и действуйте Рекрутируйте По максимуму Сопровождайте По максимуму Приглашайте Людей По максимуму Не бойтесь Говорить людям О таких Крутых Возможностях Которые Настолько Меняют Жизнь Людей И я Настолько Благодарна Компании За все Что у меня Сейчас Есть За то Что компания Меня научила Не мириться С тем Что есть В жизни Компания Научила Меня Идти к лучшему Не нравится Значит Делай свою Жизнь Лучше И это Возможность В нашей Компания И я Очень Рада Что Я Здесь Какая Моя Мотивация То есть Это Мои Дети Это На первом Месте Да Естественно Достойный Уровень Жизни Моей Семьи Да Это То есть Не нужно Жить Как все Нужно Жить Лучше И это Все Реально Вот Хочу Как можно Быстрее Начать Показывать Детям Мир У меня В списке Моих Желаний Более 15 Стран И Обязательно Туда Поеду Вместе Со Своей Семьей Сейчас Так как Я Живу В Турции Мы С мужем Очень Часто Ездим На море У нас Тут 20 Километров От моря Боже Какие Там Шикарные Дома У моря Это Просто Моя Мечта Недавняя Купить Дом У моря И жить У моря Это Настолько Красиво Вот Ну и Конечно же Быть Свободной Быть самой себе Хозяйкой Решать Самой Когда тебе Ложиться Спать Когда Вставать Что Делать Куда Ити Работать Не Работать Но Работать Нужно Каждый День Если Хотим Результат Одним Словом В полном Смысле Быть Свободной Ну и Конечно же Мотивация Моя Это Когда Мои Партнеры Начинают Зарабатывать Я Не Могу Передать Тех Чувств Это Настолько Ловишь Эйфорию От того Когда Твои Партнеры Там Много Урага Закрывают Да Когда Они Сбрасывают В чат И там Пускай Это Еще Объемная Скидка Но Люди Пишут Что Боже У меня За месяц Зарплата Такая Объемная Получила И Это Круто Именно Когда Начинают Зарабатывать Я Извиняю Прости Твои Партнеры Понятное Дело Автоматом Зарабатываешь Ты Поэтому Мне Очень Нравится Маркет Компании Здесь Никогда Не Проскочит Какой-то Халявы Никогда Не Проскочит Либо Ты Работаешь И Зарабатываешь Либо Ты Не Работаешь И Ничего Не И Не И Поэтому Это Очень Крутой Показатель По Поводу Рекрутинга Естественно Начинаем С Теплого Рынка Да Теплый Рынк Теплый Не Всегда Теплый Жас Не Пожалуйста Я Смеш Давай Рисовать Давай Давай Сходись Сходись Сидись Читай Маме Книжечку Не Всегда Теплый Рынок Нас Понимает У меня История Была История Была Очень Даже Теплый Рынок Смеялся Пикал Пальцем Родные Вообще Не Поняли Назывались Сектант И Вообще Что Ты Куда Ты Пошла В Какой Том Лохотрон Тебя На Деньги Разведут И Так Далее Но Для Меня Вообще По Жизни Если Мне Сказали Нет У Тебя Не Получится Я Во Что Быто Ни Стало Сделаю Так Чтобы У Меня Получилось И Никак По Другому Я Никогда Не Дам Даже Повода Оправдать Кому То Его Мосли И Его Навязанное Мнение Да Вот Давай Также Работаю Я В 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 основном все страницы у меня ВКонтакте, у меня их 22, весь рекрутинг онлайн, вообще у нас вся работа проходит онлайн, у меня команда абсолютно со всех городов Белоруссии, это и Торест, и Витебск, и Полоцк, и Солигорск, то есть один минус мы с моей командой не виделись ни разу вживую, я видела всего лишь 10 человек с командой. Но мы по максимуму стараемся поддерживать это все, общение, пускай оно даже не вживую, но онлайн, вот, поэтому работаем над тем, чтобы все-таки, да, встретиться, огромные команды, они у меня прям крутышки, я их обожаю, люблю. Вот, далее, после рекрутинга, естественно, плотное сопровождение. В ВКонтакте я работаю методом добавления, не спамлю добавления в друзья, то есть ищу целевую аудиторию по группам с мамочками, да, по имени, ну это уже за 2 года отработанная система. Ввожу по имени, то есть сегодня по имени, даже по дате рождения, добавлениями, картинками, объявлениями, то есть все методы абсолютно, которые можно использовать, я использую по максимуму. Взбивает с мысли, вот, и естественно плотное сопровождение, то есть с новичком сразу выходим на голос. С новичком сразу выходим на голос, то есть на всем этапе прохождения обучения мы просто даем обучение, да, и разбирайся сам. На всем этапе обучения мы обсуждаем и раскладываем по точкам каждый урок, чтобы человек по завершению обучения уже вышел и был подкован подкованной, да, для того, чтобы в начале работать. Вот, естественно делегирование. Пару-тройку обучения мы проводим вместе с новичками. Боже мой, извиняюсь, но у меня сегодня дома никого, чтобы кто-то посмотрел. Вот, то есть сразу с новичками, обучаем их новичков, когда уже новичок готов обучать сам, значит... Ну, куда же я его делаю, ребенка, смотри. Да, иди журнальчик, если он стоит. Когда уже новичок готов сам обучать партнеров, естественно, да, мы добавляемся в чат просто как наблюдатели. Мы смотрим первого, второго новичка, которого он обучает, немного управляем, и тогда уже, когда уже видим, что человек... Это точно, это когда дети дома. Когда человек готов, когда человек подает правильную информацию, тогда уже он сам начинает проводить обучение, то есть не создается. А так вообще делаем чаты на троих, то есть новичок, лидер и тот, кто пригласил. И вот таким образом ведем обучение. Ну, и моя цель, это, конечно, большая и дружная команда и прописанная в планах бриллиант к пятому каталогу. Очень хочется поехать на бриллиантовую конференцию. Вот. Что хочу сказать? Хочу сказать, что если на этом вебинаре сегодня есть новички, и даже не новички, не останавливайтесь, вообще не останавливайтесь. Идите, делайте, бомбите эту стену, да. Иногда бывают застои, они бывают у всех. От этого никто не застрахован. У меня, допустим, вышло на 18, потом были качели, да, 15-18, 15-18. Но все, что не делается, делается к лучшему, да, то есть для этого бизнеса нужно вырасти мозгом. Да, я, допустим, сейчас, мне на 18 получилось выйти за полгода. И то есть если бы я в следующем каталоге закрыла директора, ну, я так думаю, что немножко либо спад был, да, либо я застряла бы на уровне директора. Поэтому, опять же, нужно просто вырасти мозгом для этого бизнеса, для каждого уровня. А с каждым уровнем ты начинаешь понимать этот бизнес по-другому. Я, допустим, сейчас мысленно и на уровне директора, и сейчас, да, и ближе уже к золоту. То есть меняется вообще мышление, ты начинаешь по-другому мыслить, по-другому, с другой стороны воспринимать этот бизнес, да, появляются какие-то новые мысли и так далее. И мой девиз по жизни – никогда не бояться, что у тебя что-то может не получиться. То есть предпринимайте, пытайтесь, дерзайте. Ведь если будете без действий, у вас шансов, что что-то изменится, не будет вовсе. И еще раз повторюсь, да, ваш бизнес начинается именно с ваших действий. Как только пойдут действия, как только будут именно системные действия, будет результат, будет рост. В любом случае, наш бизнес – это марафон. Марафон. Ну а что? У меня на данный момент шесть веток. Вторая ветка вот уже в этом каталоге берет 22%. Третья ветка у меня на 15%, четвертая – 9%. Ну, довольно-таки приличная. Приличное время для того, чтобы вырасти. Ничего страшного. Две ветки у меня международки. У меня Россия и Украина. Но я так думаю, что сейчас немного подтяну, углублю, укреплю веточку своей и все-таки заведу еще две белорусские, потому что они как-то не очень хотят у России и Украины идти на контакт, да, если даже это регистрации есть по Украине и по России, но как-то нету что-ли общего языка, либо что, не знаю, в чем причина. Вроде бы со всеми общаешься так, как нужно, но все же. Поэтому ничего амбициозного нету, ставьте больше целей. Чем больше целей, тем больше вероятность попасть в цель. Вот. Ну, на данном этапе у меня все. Как приглашаешься в ветки? Через рекрутинг. Рекрутируем потом с теплым новичка. И таким образом строю ветки. Я сейчас работаю вот. Четыре по одному, по одному. Я отдаю регистрацию вниз. Всем спасибо за внимание. Я извиняюсь, конечно, что у меня так получилось, но ребенку ничего не сделаешь. Активная она у меня очень. Вот. Спасибо за внимание. Привет, привет. Я надеюсь, была вам полезна. Если есть вопросы, можете задать мне в Телеграм. Я могу скинуть номер. Ну, хотя можно найти меня в чате. Спасибо за историю успеха. Мы понимаем, что даже абсолютно в любых, в разных обстоятельствах наши лидеры могут работать и могут делать результат. Спасибо большое. Желаем вам новых званий по леснице успеха. И, конечно же, будем ждать открытия в вашей команде. У вас звание «Бриллиантовый директор», у вас очень-очень грамотная, просторная структура. Есть ножки, которые подрастают одна за одной. Это очень верная стратегия. И, конечно же, золотая конференция, бриллиантовая конференция, конференция для менеджеров будет ждать вашего участия. Спасибо большое. Поздравляем вас с званием «Старший директор». Итак, мы продолжаем лидерскими фокусами на период 14-го каталога. Об этих фокусах я подробно говорила на запуске каталога. Мы с вами уже полтора часа в рамках вебинара. И я думаю, что сейчас я очень быстро пройдусь по всем нашим главным программам, по всем нашим главным квалификациям. В этой презентации будет полная информация со всеми слайдами. Здесь я оставила такие самые главные, самые фокусные. Итак, продолжается у нас с вами наша рекрутинговая кампания в лучших традициях. У нас в поддержке кампании есть очень красивое видео, которое вы видели в начале вебинара. Вы можете на нашем официальном канале YouTube увидеть его, скачать и проработать с этим видео, с этими материалами, с презентацией еще две недели каталога номер 14 и собрать максимальное количество спонсорских баллов. Тем более это важно для тех, кто жаждет попасть в путешествие на родину Арифлейм Стокгольм. И сейчас на вчерашний момент, на вчерашний день, на 15 число, у нас есть вот такие претенденты. Промежуточный рейтинг сейчас мы вам предоставляем, чтобы кто-то из вас свои результаты еще немножечко повысил. Есть всегда возможность выйти в четверку лидеров нашего рейтинга. Я думаю, что очень жаркая борьба нас будет ждать. Мы будем публиковать эти материалы, все показатели всех лидеров для того, чтобы те, кто пока еще находится чуть дальше четвертого места, ну могли, не знаю, составить конкуренцию лидерам первой четверки. Напоминаю одно из основных главных условий. Каждому, кто претендует на поездку на первые четыре места в данной квалификации, необходимо по итогам каталога номер 14 быть на уровне старший менеджер с объемной скидкой 22%. У вас может быть в вашей персональной группе 7500 бонус-баллов. У вас может быть одна группа, но вам в таком случае необходим отрыв 3000 бонус-баллов в персональной группе. Либо у вас может быть две группы и более. И так обязательно не забудьте в этой гонке за спонсорскими баллами, за наибольшим количеством спонсорских баллов, про такой важный момент, про такой важный критерий. Быть на уровне старший менеджер по итогам уже этого каталога. Продолжается наша квалификация на конференцию для менеджеров. Мы сейчас видим по стране очень хорошие результаты. Мы отправляем письма личные с индивидуальными планами каждым менеджерам. И также в том числе вам, уважаемые директора, мы тоже отправляем таблицы с текущими результатами, каким образом идут в этой квалификации ваши менеджеры. Здесь стоит обратить внимание в каталоге номер 14 на новичков, которых обязательно нужно зарегистрировать, чтобы дать им возможность. Квалифицируются они или нет, это уже будет зависеть от дальнейших их действий. Но сейчас, чтобы хотя бы наши новички попали, прыгнули в этот последний вагон, для того, чтобы у них появилась возможность, новичкам необходимо зарегистрироваться в каталоге номер 14. Это последний каталог для регистрации новичков, которые в каталоге номер 15 уже начнут выполнять требования по квалификации. В каталоге номер 15 уже необходимо таким новичкам быть на уровне 15%. И как раз-таки 4 каталога до завершения квалификации продержать с отрывом такой результат. Конечно же, 2 приглашенных лично, как приглашающий спонсор рекрута, и суммарное количество 25 кюрекрутов в персональной группе у таких новичков тоже должны быть. И так, есть еще и приклеенный шанс пополнить свою большую дружную команду новыми участниками этой квалификации. Также обращаем внимание наших менеджеров, которые были до каталога номер 10 в максимальном уровне 21 или 22%. 22% – это значит без отрыва от нижестоящего старшего менеджера или какой-либо группы. Таким нашим старшим менеджерам необходимо уже в этом каталоге, в каталоге номер 14, по итогам этого каталога быть на уровне старший менеджер. Итак, обращаем внимание на эту строчку. И всех-все-все всех менеджеров очень активно поддерживаем и оказываем им всяческую поддержку информационную, какими-либо инструментами снабжаем для того, чтобы этот результат все-таки не выполнили. И вы все вместе большой дружной командой отправились на конференции. В том числе, я уверена, что директора, которые квалифицируются со своими менеджерами, поехав с большой-большой командой, ну, не знаю, получат какой-то, да, больше эмоций, получат какую-то такую небольшую свою мини-конференцию, потому что вместе с командой всегда веселее, всегда как-то азартнее посещать все мероприятия компании. Итак, есть у нас также требования по наличию ИП на номере. Это возможно, на номере ИП будет оформлено для основного держателя номера. Но участником поездки может быть любой из держателей номера. Если у вас оформлен совместный бизнес, вы можете подумать, кто поедет супруг, либо супруга в это путешествие. Осталось всего 8 каталогов квалификации для того, чтобы получить премию по программе «Возвращаем рост». В том числе, каталог номер 14 очень важен для этой компании, для этого предложения, для этой премии. Мы с вами прекрасно понимаем, что как раз таки осталось 8 каталогов для того, чтобы открыть необходимый уровень и продержать его 8 каталогов до каталога номер 14. Сейчас у вас, уважаемые лидеры, возможно, у кого-то уже есть достижения по восстановлению необходимого звания, следующего звания относительно каталога номер 6. Но те лидеры, которые пока еще не достигли такого уровня, у вас еще есть, конечно же, 8 каталогов впереди, включая каталог 14 текущий, чтобы получить эту премию. И не забывайте, пожалуйста, про требования в 5 лет с 50 балловым заказом, для того, чтобы ваша премия была максимальной, максимально приближенной, пусть это будет 400 рублей, ну или максимально приближенная к этой цифре. Продолжаем квалификацию на банкете директоров. Подумайте вместе с командой, в каком звании вы хотите, чтобы мы вас награждали, вас честовали на сцене банкета директоров. Опять же, квалифицироваться с командой, дружно все вместе, это очень здорово, очень почетно. В том числе у нас, да, так немножечко перемежаются наши программы, мы с вами держим фокус, то, что осталось 8 каталогов в программе «Возвращаем рост», и в том числе в квалификации на золотую конференцию 2019 года. Пожалуйста, опять-таки, да, давайте с вами очень-очень внимательно подумаем о том, спланируем этот каталог так, чтобы каталог номер 14 выйти на необходимый уровень для вас, будто это две группы, если вы желаете стать новым золотым директором, либо открыть какое-то необходимое количество групп для нового звания, либо подтвердить свое количество групп, которые указаны в вашем плане, в вашем лидерском отчете, я думаю, в ваших блокнотах тоже прописаны. Итак, 8 каталогов, как раз-таки те самые 8 из 17, до каталога номер 4 необходимы вам для закрытия нового звания и для поездки с большой-большей дружной командой «Арифлейм» на эту конференцию. В том числе мы пригласим лидеров, которые квалифицируются на золотую конференцию, мы пригласим на ужин с генеральным директором в волшебную, абсолютно великолепную деревушку Валдемоса. Очень интересное место, неповторимое, незабываемое, обязательно квалифицируйтесь. Впереди 16 каталогов, да, вот здесь как-то, да, можно по-разному одинаковые вещи называть, я говорю сейчас, что впереди 16 каталогов, на слайде, так у нас более, так, строго, да, приземленно написано «Осталось 16 каталогов», но в любом случае для каждого из вас есть возможность открыть сегодня, да, усиленно сегодня у Елены, есть такой план, есть такой фокус нашего нового старшего директора, есть еще время для того, чтобы вырастить количество групп, необходимое для открытия бриллиантового директора и, конечно же, квалифицироваться на поездку в Лос-Анджелес или в Сан-Франциско. Ну, Сан-Франциско, конечно, прям для исполнительных наших, для нашей исполнительной команды. Какие инструменты у нас с вами есть в поддержку бизнес-показателей конверсии, рекрутирования, поддержания активности среди новичков? У нас с вами есть платформа, обучающая «90 дней к успеху». Обязательно пройдите по этой ссылке и посмотрите, если в вашей команде уже есть какая-то обучающая платформа, есть система, это очень здорово, вы большие молодцы, вы потрудились большой командой. Но, возможно, на этой платформе, на нашей платформе «90 дней» вы найдете для себя какие-то элементы, системы наши, которые сможете использовать в том числе в вашей обучающей системе, в вашем сопровождении. И вы абсолютно спокойно, без зазрения совести, можете какие-либо тренинги, кусочки тренингов, видео использовать в работе с вашими новичками. Если пока в вашей команде нету такой обучающей платформы, нету системы, то обязательно обращайтесь к тому инструменту, который запустила компания совсем недавно. Актуальная информация, все актуальные последние тренинги, и еще очень здорово, что этот сайт локализован под разные страны. Если вы лидер международного спонтирования, у вас есть большая структура в Украине, в Грузии, в Молдове, вы будете уверены, что ваш новичок, который заходит в Молдове, например, на этот сайт, он, выбирая страну Молдова, получит всю информацию, которая касается его локальной местной компании. То есть акции по рекрутированию, условия для стартовой программы, все преимущества, все бонусы будут размещены на этой платформе под логином Молдовы именно для рынка, для региона Арифлейм Молдова. Тоже очень-очень крутой инструмент, который позволит вам не растерять ваших новичков в рамках международного спонсирования. Ну что же, спасибо вам большое. Мы остаемся на волне нашей программы коммуникационной компании «Сто процентов ты». Вы, я уверена, что проводите вечеринки, которые подстегивают интерес к вашим командам, к нашей компании, Арифлейм Беларусь в целом. И я уверена, что вы задаете такой нескромный вопрос, сколько тебя в твоей жизни каждому-каждому, кто вам встречается. Очень здорово, очень интересно. Опять-таки, один из инструментов, благодаря которому мы можем с абсолютно разных сторон подходить к нашим новичкам и рассказывать им не только о бизнес-возможностях компании Арифлейм, но еще плюс спрашивать о том, насколько, не знаю, ярко проживают они свою жизнь, насколько честны каждый день с собой, то есть вот такие вот минутки для разговора, за разговорами, возможные часы, помогут сблизиться в вашей команде, помогут сблизиться вас, лидеров, менеджеров с вашими новичками, я в этом просто уверена. Я желаю вам высоких показателей каталога номер 14. Каталог номер 13 уже завершился, мы поздравили сегодня результаты каталога номер 13, но не будем останавливаться на тех достижениях, которые были в каталоге номер 13. Нас с вами ждет еще много-много впереди интересного вместе с компанией Арифлейм. Очень много мероприятий, квалификаций, конференций, и я уверена, что очень много поздравлений нас ждет по итогам глава номер 14, много новых званий, много премий, чеков, радости, поздравлений в чатах. Это нас все ждет, я просто уверена. И желаю каждой команде, каждому лидеру, который присутствует на этом вебинаре, в том числе работает бизнес-партнером с нами в таких тесных деловых отношениях с компанией Арифлейм Беларусь. В том числе я желаю всем-всем вам очень высоких показателей и роста ваших команд. Спасибо большое вам. До свидания. Продолжение следует...